В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! В Одессе ухудшилась погода. Госавтоинспекция просит горожан ограничить поездки, особенно на личном автотранспорте. Также рекомендуется всем автолюбителям убрать с проезжей части свои автомобили, поскольку все транспортные средства, оставленные на проезжей части и трамвайных путях, значительно осложняют уборку дорог и препятствуют устранению последствий непогоды. Отмечу, что по информации гидромедцентра, снег и метель также ожидаются утром и днем 10 января. Коммунальные службы еще не успели расчистить дороги после прошлогоднего снегопада 29 декабря, как погода решила удивить нас очередной порцией снега. О том, как одесситы справляются с непогодой и чего ожидают от коммунальщиков, смотрите далее. Больше принимать мер по уборке города, очистке и МЧС, чтобы работало лучше, чтобы людей вытаскивали, если будет еще раз такая ситуация. Никакой работы я от них не ожидаю. Я в этой системе работал, я знаю, что сейчас ее уничтожили. Один дворник на четыре места. Там, где я работал один, теперь квартал. Если честно, то не выходить на улицу вообще людям пожилым, вообще пожилым людям просто не выходить. И должны быть какие-то, поскольку вот есть много одиноких пожилых людей, которые совершенно одни, чтобы они не выходили, чтобы была какая-то служба, которая там на дом приносит хлеб, ходит в магазин, в аптеку. Ну как меры? Буду дома сидеть. Дома в одессит? Да, в прошлый раз было очень печально. А одесситом, чтобы ждать, в каком году? Не выходить. Не выходить? Нет, не стоит. А на работу как же ходить? Ну, как-то выходить с положения, отпрашиваться там, я не знаю. Это опасно для жизни. Я, может быть, и готова, а вот наш город вряд ли. Ну, потому что вы же видите, что даже с того коллапса ничего не убрано. Вот груда снега. Выдержки. Кто может помочь? Помочь немножко. Наши некоторые жильцы помогали. Снег расчищали во дворах. Ну, хотелось бы побольше, чтобы дороги чистили, потому что вот в этот раз, когда так сильно замело, от 29-го, дороги толком вообще не чистили. Ну, конечно, расчистки дороги и желательно, да, и тротуаров тоже. Чтобы хоть их расчистили, вот, или посыпали песочком хотя бы для начала, чтобы не падали люди. Скользко очень. Да. Можем прорекламировать, посмотрите, у ребёнка. Такие вот, так называются ледоступы. Ледоступы, да. Очень удобно, да. Можно бегать по льду, по гололёду. Одесса продолжает бороться со снегом. Вот только вывозят его не за пределы города. Коммунальщики превратили самую большую площадь в центре Одессы в огромную снежную свалку. Свозят туда снег с центральных улиц города. О снежном завале на Куликовом поле расскажет Ольга Голодова. Вот так сегодня выглядит одна из самых больших исторических площадей нашего города. Куликово поле превратилось в огромную свалку снега. Одесситы жалуются, что Куликово поле превратили в свалку. Раньше куда-то за город лесопосадки куда-то вывозили, но не сюда вот то, что превратили здесь. Ни людям не против, детям поиграться негде. Я считаю, за город должны были вывозить. Даже погулять негде. Это все нормально, не пройти ничего. Пару дней назад была дорога, теперь они все в Куликовое поле засыпали. Жители города считают, что центр города не место для свалки. Снег необходимо вывозить на специальные территории. Как вы думаете, куда его должны вывозить? Наверное, на мусорку, на городскую. Ну, где-то на поля для урожения. Пусть бы пригодился этот снег. Ну, здесь, конечно, это ужасно. Мы увидели, просто ужаснулись. Невозможно пройти. И вот так проходим как-то, держимся друг за другом. На свалку, на поля, на поля. Ходить здесь практически невозможно, надо быть крайне осторожным. Кто-то даже свое личное средство передвижения несет в руках. А кто-то, пытаясь пробраться к железнодорожному вокзалу, несет на себе чемодан с вещами. Здесь не скоро получится просто прогуляться. Чтобы преодолеть такие сугробы, нужна хорошая физическая подготовка. Одесситы постарше с трудом преодолевают препятствия. Некоторым и вовсе сложно удержаться на ногах. Но есть одесситы, которые шутят на эту тему. При этом отмечают истинные причины вывоза снега. Переходить очень тяжело, но в принципе, для чисто физической подготовки, власти, поскольку не могут строить спортивные комплексы, ну, насыпали нам горки. Ну, понятно, что им хочется смыть вообще Куликово поле из памяти людей. Я думаю, чтобы винки сюда не ложились с цветами. Можно было хотя бы проход сделать для людей. Конечно, неправильно. А представлять начнет это все таять, грязь и сколько все будет. Здесь можно попрыгать, спуститься с горки, спрятаться за снежным завалом. Рады таким сугробам дети. И некоторые одесситы видят в этом плюс. Если смотреть со стороны только своей точки зрения, в том смысле, что это плохо, это да. А если экономить деньги бюджетные, то это, в принципе, выход. Наверное, теперь главный вопрос. Во что превратится самая большая площадь Одессы, когда снег начнет таять? Ольга Голодова, Сергей Чумаков, 7 канал. Жизни одесситов угрожают гололеты-сосульки. Коммунальные службы не справляются с большим объемом работы. Трамппункты посетили уже более тысячи людей. Ирина Стрибко, далее. Гололеты-сосульки укладывают на больничные койки огромное количество одесситов. Все истории по классическому сюжету. Подскользнулся, упал, очнулся гипс. Новый год уже для многих начался нерадостно. В травмпункт на Болгарской за первую неделю этого года уже обратились около 300 человек. За последнее время в связи с гололедом количество увеличилось. В основном уличные травмы. Ну так 32 человека в сутки в среднем. На Новый год было 36 человек. По словам врачей, на новогодние праздники, кроме тяжелых травм, многие одесситы получили ушибы и растяжения. Но не обращались за медицинской помощью, так как не могли добраться до медучреждения из-за неубранного снега. Коммунальные службы и сегодня с трудом справляются с уборкой тротуаров и дорог. Первое время, наоборот, обращаемость понизилась, потому что люди не могли добраться. То есть они ломались, но не приезжали. А теперь, когда уже дороги расчистили, то все стали к нам приезжать. Опаснее скользкого льда сосульки, которые свисают с крыш. Несколько дней назад в центре города на одесситку упала большая глыба льда. По словам врачей, пострадавшие госпитализировали с рваной раной головы, гематомы и сотрясением мозга. Одесситы, чтобы уберечь себя и других от несчастного случая, самостоятельно ограждают тротуары снегом, чтобы люди не заходили на опасный участок. Единственный совет для всех нас – быть внимательными и бдительными. Ирина Стрябко, Кристина Кондратьева, Седьмой канал. Одесса Облэнерго разработала новые графики веерных отключений. Как сообщили в пресс-службе компании, это связано с тем, что ситуация в сфере электроснабжения остается нестабильной. График согласован и утвержден руководителями региональной и городской власти, а также инспекции Госэнергонадзора. Но пока приводить в действие его не будут. Отметим, что если раньше в большей части города свет отключали два раза в сутки по два часа, то в случае введения в действие графика это будет происходить трижды. Пенсия заморозили, деньги с депозитов почти не возвращают. Клиенты Мексбанка по-прежнему не могут получить свои средства. Многие пенсионеры не видели пенсии за ноябрь, а складов выдают всего 250 гривен раз в месяц. В отделениях огромные очереди, а банкоматы работают с перебоями. В одном из филиалов побывал Андрей Цыганко. С самого утра, как на работу, люди идут в отделение Мексбанка на проспекте Шевченко. Многих из них перенаправили сюда из других филиалов. Даже с боями пенсии получить могут не все. Сейчас заморожен счет. Объясняют, что в договоре там прописано, что у них есть такие возможности. Заморозить счет. Бегаем, нас гоняют из одного очереди в другую. Внутри большая очередь и полная неразбериха. Все на нервах. Стоят здесь люди, вот они хотят узнать, приходят в кассе, вот стоит там два или три часа, чтобы узнать, проценты ему можно получить или нет. Когда можно объявить по громкоговорящей, что сегодня проценты не начислены, сегодня депозитные уклады не продлеваем. Люди разошлись бы сразу и не занимали очередь. Вот я пришел, восьми не было еще. Люди оставляют не только без положенных по вкладам процентов, но и самих вкладов, даже если срок истек, а сумма небольшая. Лише 250 гривен выдаются на месяц людям, которые, отдающие свои кровные деньги для поддержки экономики Украины, они уничтожают доверие не только до этого банка, а вообще до финансовой системы нашей страны. Мы должны простоять до обеда в очереди в одной очереди, потом пойти в кассу простоять в вторую очередь. И инвалид, отец участник войны, двух воин, и инвалид первой группы, и я второй группы. Это ж издевательство, администрация вообще не хочет разговаривать. Я дважды обращался в органы милиции, писал заявление туда, и тоже бесполезно все. Анатолий Иосифович продлил свой депозит. Так он надеется вернуть хоть немного денег. Эти 10 тысяч надо 3,5 года ходить, чтобы получить эти 10 тысяч. Понятно, что за это время или не выживет, особенно пожилые люди, он выходит, еле ходят люди. И вообще это страшно сложно. И психически, психологически, и физически. В интернет-СМИ появились сообщения, что НБУ намерен ввести в МЭКС-банк временную администрацию. Ссылаются на источник в самом банке. Официальной информации по этому поводу пока нет. Андрей Цыганко, Константин Лужневский, 7 канал. Украина закупила новую партию угля в ЮАР, а компания «Укринтернерган» заплатила еще за два судна с черным топливом, включая доставку. Объем поставки составляет более 162 тысяч тонн. Пятое судно с углем уже было разгружено на терминалах ТИС в Одесской области. Очередной шестой корабль с южноафриканским углем прибудет в Личевский морской торговый порт ориентировочно 10 января. На этот раз стоимость угля составила 80 долларов за тонну. Предыдущие поставки осуществлялись по цене 86 долларов за тонну. Напомню, ранее озвучали упреки в адрес Министерства энергетики и угольной промышленности, что этот уголь в украинских теплоэлектростанциях горит крайне плохо. Его надо употреблять в смеси с другими сортами. Третье землетрясение за неделю. А в Измаиле вновь почувствовали подземные толчки. Накануне румынские сейсмографы в 11.29 зафиксировали землетрясение с эпицентром в зоне Вранча. Сила толчков составила 3,2 балла по шкале Рихтера. Отметим, что ранее 3 января произошли сразу два землетрясения, которые также пришли из горного массива Румынии. Первый толчок произошел в зоне Вранча около 6 утра. Его магнитуда составила 4,3 балла. Второй толчок был менее сильным и произошел в 12.08 дня. Свято Архангела Михайловском женском монастыре кормят малоимущих и бездомных. В морозы горячая еда и чай являются для них чуть ли не единственным спасением. За обедами выстраиваются очереди. Вкусной еды, приготовленной послушницами монастыря с любовью и молитвами, хватает на всех. Юлия Федорова расскажет больше. Бездомные заходят в монастырскую столовую один за другим. В руках у них пластмассовые сутки и стеклянные банки. И хотя кормят здесь каждый день, едой запасаются впрок. Ведь все может быть. Столовая работает даже в 20-ти градусный мороз. Бродяги собираются быстро. Как только выставляют кастрюли, и матушка Просковья начинает разливать горячий борщ. Здесь свеколка, фасоль, картошка, сметанка. Очень вкусный. Сегодня кормят нехитрыми, но питательными блюдами. Кашей с рисом, картошкой с грибами, макаронами и салатом. Это у нас макароны с маслом. Тоже вкусные. А это у нас салатик оливье. Вот здесь у нас морковка, лук зеленый, яичко. На этой кухне послушницы готовят еду и для себя, и для бездомных. Здесь все чисто, аккуратно и организовано. Доченька, давай мне свою посуду на оливье. Сейчас бомжи жалуются на холод и простуды. Многие в такие морозы прячутся, где придется. Иногда не в состоянии дойти до монастыря, рассказывает матушка Ефросинья. Она взяла на себя всю организацию работы столовой для малоимущих. Сейчас холод, мороз. Где им поделиться? Куда им пить? Некоторые в подвалах живут. Некоторые в подвалах живут. Или на вокзале. Эти люди благодарны за все, что им дадут. Евгений Алексеевич признается, без помощи монастыря бы не выжил. До пенсии он еще не дожил. А на работу не берут из-за состояния здоровья. Он едва передвигается. Я после инсульта работать уже не могу. То, что есть, и на этом огромное спасибо. Тамара Николаевна берет на двоих. Дома ее ждет сын-инвалид. Вдвоем они живут на одну пенсию. Горячие банки складывает в пакет и благодарит кормильцев. Когда начинает рассказывать о своей жизни, не может сдержать слез. Платим за квартиру 300 с лишним гривен. И 700 гривен, и 650. У нас на двоих получается, на месяц. Вот я выдаю сюда приходить сюда. Еда здесь всегда горячая и свежая. Послушницы готовят ее со светлыми мыслями и молитвой. Мы стараемся свое тепло отдать им. И то, что мы варим для себя, мы им даем. Мы отдельно им ничего не варим. Все с одного. Они едят с одного котла вместе с нами. В монастыре говорят, помогать бедным и бездомным здесь будут всегда. Пусть даже из последних сил и возможностей. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал. Хозяйственный суд Одесской области отклонил иск городского совета к обществу с ограниченной ответственностью. Международный аэропорт Одесса служители Фемиды отказались признавать недействительными положения устава и договор с инвестором, которые определяли размер доли города в уставном капитале компании. Как отмечается в вердикте, в полномочия суда не входит определение о стоимости долей в уставных капиталах хозяйственных обществ. Также мэрия не предоставила суду доказательств того, что договор не исполняют. Напомню, сейчас доля города в уставном капитале ООО «Международный аэропорт Одесса» составляет всего 25%. И городской совет не имеет возможности каким-либо образом влиять на стратегию развития аэропорта. Министр обороны Украины Степан Полторака проверк информацию о переводе ВМС в Николаев с последующим сокращением штата. По его словам, Одесса останется морским городом и говорить о переводе флота в Николаев пока нет никакого смысла. При этом министр дал понять, что теоретически такой вариант возможен. Однако только после принятия новой военной доктрины Украины, в которой будут переосмыслены роль и возможности флота. А в Одессе прошла акция «Реквием по погибшим» во время серакта в редакции французского сатирического журнала «Шарли Эбдом». Цветы и свечи люди приносят на Садовый утро, где находится центр французского языка и культуры «Альянс Францесс». Больше смотрите в следующем сюжете. Наталья и ее сын Вова о парижской трагедии говорят со слезами на глазах. О гибели французских журналистов узнали из новостей. Мы просто учимся. Просто решили поставить в память человеку. Мы не связаны с журналистикой, просто ребенок ходит на курс «Альянс Францесс». В общем, так, очень комфортно. Приносить цветы, свечи и записки со словами поддержки на Садовую-3, где находится центр французского языка и культуры «Альянс Францесс» начали в пять часов. Господь Бог видит. В числе первых на Садовую пришли одесские журналисты. Они почтили память парижских коллег минутой молчания. Сегодня мои коллеги-журналисты с многих средств массовой информации пришли, чтобы дать данное уважение нашим погибшим коллегам. Это скромное мероприятие, потому что скорбит вся Украина, коллеги-журналисты. Тем более в нашей стране тоже сегодня ситуация очень сложная, и как бы то ни было, подобно происходить не должно. Приглашение почтить память журналистов появилось в соцсетях. По словам организатора, такие акции проходят во многих городах Европы и Украины, и Одесса не должна оставаться в стороне. Я просто создала мероприятие, я искала хоть какое-то место, официальное представительство Франции. Вот только центр культурный я нашла, я создала мероприятие в Фейсбуке, народ начал присоединяться. Но я сделала это только сегодня утром. Немного в стороне вице-президент Альянс Францесс в Одессе Александр Горачук говорит по телефону. Сегодня он весь день держит связь с французскими друзьями, поддерживает их и узнает последние новости. Слова-то, в общем-то, сейчас, наверное, нужны тем, кто потерял своих друзей, своих близких. Кто, в общем-то, каждый день теряет своих близких в Украине. Тем временем во Франции люди до сих пор в состоянии шока, в том числе и наши земляки, которые сейчас там живут и работают. Среди них одесситка Галина. По ее словам, сейчас вся украинская диаспора, как и сами французы, поддерживает акции против насилия и свободы слова. Люди боятся, что это может продолжиться. Люди боятся выходить на улицы, не пострадать самим. Потому что это для них очень важно, так как это затронуло всю Францию, затронуло саму все Франции, Париж. На Садовой-3 уже образовался небольшой импровизированный мемориал в память о погибших. Цветы туда несли весь вечер, несмотря на сильный мороз. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя.